привет друзья вы на канале байче сегодня говорю о специях и на этом заканчиваю цикл своих видео на тему моих взаимоотношений с едой я бы наверное даже и не стала делать это видео о специях если бы не просьба некоторых моих подписчиков рассказать об этом но если кому-то это интересно то я расскажу но дело в том что особо-то рассказывать нечего по правде сказать к моему большому стыду и к моему большому сожалению я не особо понимаю в специях так получилось что проживя большую часть жизни в средней полосе россии и употребляя обычную русскую пищу мы как-то не были приучены никаким специям нашей семье не принято было добавлять специи виду единственное что всегда присутствовал это традиционный черный молотый перец и пожалуй лавровый лист мой сушеный укроп или семена укропа и это было все что касалось специи и только спустя вот много лет уже когда мне было около 50 и я получилось так что я попал на черноморское побережье кавказа и мне довелось быть близко знакомой с грузинской семьей и вот тогда я узнала что такое хмели-сунели аджика и прочие радости прочие специи скажу так что вот открытие для меня новых специй открыла для меня какой-то новый мир вообще в еду я поняла что мне очень нравится жгучие специи острые которые щекочут рецепторы от которых хочется жить и которые наполняют твою жизнь каким-то огнем вообще жаром и все внутри согревается и ты понимаешь что вот оно вот жизнь кипит да все происходит здесь и сейчас я недавно читал статью о специях и такой факт интересный что среди существующих в мире специй а их не одна сотня у среднего статистического человека находится на его кухне примерно где-то в пределах десяти специй и приправ и как правило это такой стандартный набор который иногда меняется с течением жизни то есть добавляются какие-то новые специи убираются какие-то старые а иногда остается неизменным в течение всей его жизни действительно это так и тут надо наверное признать то что все-таки разбираться в специях понимать в специях правильно их применять может далеко не каждый и я отношусь к этой категории что специях я особо не понимаю и честно говоря как-то не задавалась даже такой целью чтобы вот взять и простудировать список специй и приправ понять какую с чем едят я руководствуюсь методом тыка какой-то интуиции где-то чего-то подслушала где-то чего-то увидела и вот на сегодняшний день я действительно насчитала в своей кухне 10 специй кстати о кухне конечно я понимаю что такое видео о специях было бы здорово снимать на какой-нибудь большой красивой кухне в окружении стеклянных флакончиков со специями под треск камина или что-то типа этого но увы пока у меня нет своей кухни у меня нет даже своего дома вот поэтому приходится пока перебиваться вот так из машины в поле из поля к речке от речки в лес и так далее ну и надеюсь эта ситуация ближайшем времени все-таки начнет меняться и у меня все-таки выстроится дом на моей усадьбе и тогда у меня будет больше простора для творчества и так спит список специй которые у меня в кухне так перец черный перец душистый перец красный то есть он же чили острые зира она же кумин куркума тимьян он же чебрец майоран имбирь корица кунжут лавровый лист хмели-сунели вот этот список он у меня действительно качует со мной уже несколько лет вот с тех пор как я стала жить в сочи и с тех пор как я познакомилась с богатой на специи кавказской кухней я стала понемногу конечно вводить и в свой обиход разные специи ну и если совсем коротко вот так по ним пробегусь скажу какие ощущения у меня вызывают те или иные специи и с чем я обычно их применяю ну перец черный перец красный у меня присутствует почти в каждом блюде дело в том что муж мой вообще большой любитель острых специй и как выяснилось это не случайно острые специи разжижают слизь и помогают отхождению мокроты а поскольку моего мужа проблемы с астмой то я думаю его организм интуитивно выбирает именно эти специи чтобы избавляться от излишней слизи в дыхательных путях зира зиру я открыла благодаря каналу сталико ханкишеева ну это такое обозреватель кухни показывает всевозможные азербайджанские и прочие восточные блюда вот и на него меня вывел мой муж и оттуда я взяла у него зиру и вообще вот мои тупости и глупости конечно нет предела когда я купила первый раз зиру и принесла ее и дома и и понюхла я наконец-то поняла чем пахнет плов то есть зира она является непременным атрибутом плова и теперь мне стало ясно чего ж такой ароматный запах от плова исходит оказывается от зиры куркума вот куркуму я полюбила как-то прям вот сразу и наверное не только за ее прекрасный такой ярко-желтый цвет который украшает любое блюдо но и из-за ее согревающие свойства вот не знаю каким образом она согревает ведь она же не обладает по сути таким каким-то острым вкусом как перец скажем чили но тем не менее вот блюда который в которой добавляется куркума они каким-то образом наполняются теплом и согревают может быть чисто визуально от этого вот желтого такого солнечного цвета не знаю особенно я полюбил куркуму добавлять во все блюда которые изготавливаются из тыквы вот тыквенный суп и тыквенные пироги и тыквенные запеканки и просто запеченную тыкву мне очень нравится о куркуме еще хочется сказать пару слов о ее благоприятном воздействии на кишечник услышала они отзыв врача натуротерапевта гнии замалеевой о том что даже маленьким детишкам дают куркуму разведенные водички для того чтобы у них налаживался стул нормальный для того чтобы устранить дисбактериоз кишечника и вот тогда я стала присматриваться к себе и действительно обратила внимание на то что когда присутствует куркума в рационе то дела с кишечником как-то прям вот заметно улучшаются то есть это и благоприятствует более качественному стулу более качественной работе вообще кишечника вот как то так вот куркума такое оказывается не только вкусный но еще и очень полезный вообще я не сомневаюсь в пользе ни одного из перечисленных мною пунктов среди специй и вообще я не сомневаюсь в пользе специй иначе бы я и не стала записывать это видео вот специи по моему не только украшают нашу жизнь но еще и делают ее более здоровой тимьян и майоран я их как-то вот они мне как братья-близнецы потому что они очень друг друга дополняют я уже заметила что когда их добавляешь какую-нибудь еду ну например когда готовлю кабачок тушу его я добавляю туда тимьян плюс майоран и вот этот простой такой совершенно постный и пресный кабачок приобретает какой-то волнующий аромат вот именно волнующий потому что ты не можешь никак понять чем ты таким приятно так он пахнет и на вкус этот кабачок становится каким-то чем-то таинственным имбирь но имбирь я в основном кладу морковь по-корейски и в свеклу по-корейски корица очень люблю ее любила раньше класть во всякую выпечку особенно выпечку с яблоками но поскольку сейчас я выпечка занимаюсь редко гораздо реже чем раньше то и корица тоже не стала присутствовать у меня реже но тем не менее я люблю ее и особенно в сочетании вот с запеченными яблоками конжут вот конжут я всегда считала что он его истинный цвет белый а михаил советов открыл глаза мне оказывается что настоящий кунжут серый а белым потому что его отбеливают конжут я стала применять активно когда началось у меня сыроедение я его размалывала и добавляла различные салаты в общем куда ни попадя вот так же открыла для себя кунжутное молочко это же я его делала во время сыроедение сейчас он у меня уже реже присутствует в рационе хотя наверное зря потому что как уверяют диетологи конжут в размолотом виде он это очень хороший поставщик кальция ну вот как бы так так ну и лавровый лист я тоже отнесла его к специям кстати мне так странно сейчас покупать лавровый лист в магазине потому что когда мы жили сочи он рос вокруг везде вокруг нашего дома и можно было просто подойти сорвать и принести домой сейчас конечно такого уже нет но лавровый лист это традиционной традиционной специи которая присутствует у нас детства единственное что конечно не всегда боюсь с ним переборщить потому что избыток его приводит какой-то горчинки в блюде ну не знаю может кому-то нравится и хмели-сунели хмели-сунели я кладу в морковь по-корейски и бывает и в плов кладу и еще мне нравится его добавлять эту приправу эту специю или приправу не знаю как правильно сказать когда я делаю пхали про пхали я уже говорил в каком-то видео это грузинское блюдо там перемалывается зелень и там с луком с чесноком с орехами и вот добавляется вот хмели-сунели и такой получается довольно специфический вкусный продукт вот ребята это все что я знаю о специях но я понимаю что их много и время от времени я проходя по рынку обращаю внимание на ту или иную специю но как правило дело ограничивается тем что я покупаю какой-нибудь набор смешанный да ну вот там смесь перцев или что-то там какая-то приправа к шашлыку или приправа там к плову ну что-то в этом роде к мясу и так далее это обычно на чем муж настаивает надеюсь что когда у меня будет свой дом и своя кухня и я начну ее обставлять всякой посудой и мне захочется приобрести большой набор специй и вот тогда наверное у меня мои познания расшириться и если я буду открывать для себя что-то новое в специях я буду конечно с вами делиться точно так же как меня просят сейчас время от времени показать на видео как я изготавливаю что то там допустим мармелад тыквенный лишь или что-то еще и каждый раз я хочу это сделать каждый раз я понимаю что у меня сейчас условия моей жизни вот вообще не позволяют никак делать такие съемки ну потому что на съемку должно быть все таки если ты снимаешь на кухне то это должна быть достойная кухня вот у меня пока нет достойной кухни по поэтому наверное пока воздержусь от таких видео рецептов но если только может быть какой-нибудь там случае мне удастся где-нибудь пристроиться а что касается самих рецептов то я их периодически выкладываю на своем сайте здоровье светки поэтому пошаговую инструкцию как приготовить то или иное блюдо можно найти там так на сегодня все не буду больше занимать ваше внимание и так следующем в следующем видео я подведу итог по теме моего отношения вообще к еде это будет такое чисто мое субъективное мнение о том какую роль еда играет в моей жизни и так долго не прощаюсь до скорой встречи друзья ваши бачи а